Спрятанные в кустах столики, казаны, стоящие прямо на земле, мангал – все свидетельствовало о том, что здесь работала точка общественного питания. Только вот условия поражают – ни воды, ни канализации, а холодильники, чисто кухонноутвари, в форме на поваре и речи нет. Электричество сообразили подключить, правда, незаконно. Да, земля в частной собственности, но ее назначение для сельскохозяйственного производства – неувязочка. Работала кафе недолго. При выезде у специалистов муниципального контроля, оно было обследовано, и администрацией муниципального образования подготовлен иск в суд с целью приостановить деятельность и сноса незаконно установленного сооружения. Собственник земельного участка, не дожидаясь решения суда, в добровольном порядке демонтировал данный объект. Свою деятельность хозяин заведения, мягко говоря, не афишировал. А как только кафе заинтересовались городские службы, вовсе стал прятать работников за высоким зеленым забором. Собственника земельного участка предупредили – заведение закроют. Опасность от таких точек общепита огромная. Еду посетителям готовили в полной антисанитарии. Повара отдыхали тут же, в палатке. Что со здоровьем у самих работников заведения – неизвестно. Вряд ли кто-то из них позаботился об оформлении санитарной книжки. Между тем, безопасность жителей и гостей города-курорта на особым контроле. Как вероятность того, что возможно было отравление людей при питании в этом кафе, также это имеет признаки уклонения от уплаты налогов. Так как налог земли сельскохозяйственного назначения, естественно, отличается существенно от налога на землю с объектами коммерческого назначения. Несмотря на то, что собственник старательно отрицал работу точки общепита, факты говорят об обратном. А вот посещение такого кафе для посетителей могло закончиться плачевно. Хорошо, что большинство отдыхающих понимали это и обходили стороной сомнительное заведение. С серьезными отравлениями, я думаю, что в этих кафе в такую жару-то небезопасно обедать. Тем более детей накормить. После этого, может быть, и летальные исходы, все что угодно, вполне возможно. Потому что дети получают высокую температуру. Это нагрузка на почки, на сердце нагрузка, на кишечник. Кишечник, расстройство кишечника, ну что хорошего. Надо, если открывать кафе, то оно должно быть полностью принято санпином, всеми остальными органами. Тогда, пожалуйста, если люди хотят зарабатывать деньги, только достойно, чтобы они заработали, чтобы мы не отравились. Меры сотрудники управления муниципального контроля приняли вовремя. Собственник земельного участка самостоятельно демонтировал кафе. Услуги сомнительного качества жителями гостям города больше не оказывают. Мониторинг города-курорта продолжится. Муниципальный контроль проверяет законность установки и работы торговых точек. Судьба у самовольных строений одна – ликвидация.